Мир всем! Вы на канале Крестьянское Хозяйство Стивного Алексея. Это я. Я сегодня хотел рассказать о нашей лестнице, которую я продолжаю сейчас делать. У нас мансардный этаж, и когда возник вопрос, какую же лестницу сделать лучше и эффективнее, так, чтобы она занимала меньше места, во-первых, там наверху и здесь, теоретически можно было сделать прямую лестницу, скорее всего, она была бы легче в построении, то есть вот она вот так идет сюда, например, площадочка, и уходит туда. Специфически тут расположены балки, они же являются несущими и декоративными. В этой всей истории выигрышным вариантом была именно винтовая лестница. Чтобы ее делать, а у меня опыта абсолютно не было, тоже я советовался, было очень страшно, но все-таки начал помаленечку делать и стало получаться. Вот, значит, здесь я хотел показать, что приходилось в бревнах делать выпилы, вот, когда эта стенка бревенчатая, то есть тут легче, понятно, сделал выпилы здесь, в столбе, в стенке, ну и как бы все это подогнал. Вот, сейчас покажу, как я ступеньки, значит, развороты высчитывал снизу. Вот, в общем, с Божьей помощью, все-таки на Монцардный этаж ступеньки мы сделали. Вот, теперь у нас полноценная лестница, есть, все нормально. Единственное, что там, может, какие-то перилы потом доделать. Вот, теперь вопрос, уже как бы есть опыт определенный, вопрос теперь уже стоит в том, чтобы сделать лестницу туда вниз. Принцип будет абсолютно такой же. Вот этот столб, он идет прямо туда, в цокольный этаж, стоит там, на подушке, на основании. Вот, ну и, собственно, здесь единственная сложность в том, что бревна, одна только ступенька получилась, что она врезается и в столб, и в стенку. Вот, сложность именно в этом. Все остальные ступеньки уже надо будет делать в несущей стойке. Вот, что я и начал делать. Так, я что хотел отметить, что, помимо, понятное дело, праздников зимних, рождествов, рождественские каникулы, вот, тем более, когда строится дом, вот, а он мне еще не достроенный, то есть у нас есть отдых определенный, ну и в зимний период работа именно ведется по дому. Вот, что-то по дому больше делаю, поскольку на улице там снег, вот, а я на улице что-то делаю, нежели дома. Вот, значит, первая ступенька, понятно, я говорил, что она легче далась, значит, теперь вторая, третья. Мы будем сделать вот такую, как это, шаблон, что ли, ну, простая картоночка, чтобы немножечко представлять, как будет следующая ступенька, угол идти, ступеньки, вот, поворот. Ну, то есть вот я примерно так сделал, и уже понимаю, что она где-то вот не вот здесь должна быть, да, потому что здесь будет большая дырка, вот, опять же, она не должна быть сильно как-то вот сюда задвинута, тогда ходить будет тоже неудобно. То есть это что-то среднее, что именно расстояние вот здесь вот, чтобы было нормальное. То есть я просто сейчас уже не рисую, потому что, ну, уже плюс-минус есть опыт, я понимаю, как это должно быть. Вот, то есть она должна выходить где-то вот, где-то вот так вот она будет у меня выходить. Вот, чтобы даже, ну, вот так вот, если брать, вот, может быть, вот, я потом, потом еще уже конкретно заготовка, когда будет, уже лучше просто примерю, ну, и мне будет понятно. Вот, сейчас я покажу стоечки. Смотрим, значит, тут у нас бревно, ступенечка идет, и вот у меня у нас пошли другие ступенечки. Теперь, где у нас стоечки? Спускайся аккуратненько. Вот, я такие стоечки сделал, значит, тоже, получается, выпилил там, это пятерочка у нас, чтобы, ну, они крепкие должны быть. Тут просто так временно соединил. То есть здесь, получается, под следующую ступеньку, у меня тут пенопласт, утепление идет, под следующую ступеньку тоже буду вот здесь вот ее сейчас ставить, такую стоечку. В общем, сейчас покажу, как, сколько у нас расстояния, высота, высота ступенек. Как я это отмечаю, вот, делаю вот с помощью лазерного уровня. Теперь я, значит, взял две дощечки, скрутил. Для чего? Для того, чтобы мне очень удобно ставить вот этот лазерный уровень. В общем, высоту ступенек в интернете можно посмотреть. Делаю там 19, по-моему, от 19 до 23. Вот здесь я, короче, решил, у меня вот эта обычная лестница, точнее, необычная, которая наверх идет 19, а вот эта вниз, которую я решил, по-моему, 20 сделать. Вот, беру, значит, от верха вот этой ступени до верха вот этой, следующей, отмечаю 20 сантиметров. Сделал отметочку. Теперь вставлю сюда, я это уже подготовил, уже перекрутил специально, чтобы на это время не тратить. Лазерный уровень, вот он у меня четко бьет, значит, линию, которую я сейчас отмечу полностью, вот так вот, по всей, где я буду вырезать. Значит, ну, примерно вот, я тут уже на глаз беру, откуда я начну, буквально чуть-чуть. Вот, выпил начинается, вот здесь был подальше, здесь он чуть-чуть сюда уходит, у этой тоже, и вот этот выпил потихонечку продвигается в ту сторону. Вот здесь беру немножечко, буквально сюда. Все, и вот так отчерчиваю. Лазерный уровень очень, очень удобно, понятно. Если такого нету, как бы, ну, тяжеловато будет. Придется тогда, не знаю, обычным уровнем, наверное, ну, там, маленьким, может быть, каким-нибудь. То есть, это не вопрос, все равно можно будет сделать. Вот, просто с ним легче это сделать. То есть, он бьет, ну, тем более тут такая затемненная. Вот я беру, рисую, вот так вот, очень удобно. Раз, 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 все тут, ну, примерно. Вот я потом эту линию могу, или этот уровень сюда продвинуть, чтобы мне здесь. Потом вот это вот расстояние я, значит, измерю толщину ступени, которая у меня будет, ну, непосредственно прям доска, которая будет здесь. То есть, например, 5 сантиметров. Также отмечу, перекручу вот эту досточку. Вот. Вот, и она мне отметит здесь уровень ниже. Я также потом обрисую этот циркульной пилой электрической, этой, аккумуляторной даже. Я вот так вот раз проделываю, все, и потом стамесочкой выбираю. То есть, получается паз такой, в который встанет ступенька. Ну, вот как вот здесь вот. Здесь я потом хочу, поскольку это подвальное помещение, закрыть другими досками, значит, ну, чтобы там пыль, не знаю, не летела. Вот. Ну, как-то так примерно. Значит, мы в цокольном помещении у меня находимся. Вот. Это у меня сейчас тут как мастерская. Я под ступеньки использую вообще плохой, не то чтобы плохой лес, это у меня сухой лес. В смысле, что доски эти были на стил, в общем. Когда делали дом, сруб, вот по ним ходили. Ну, вот. Так сказать, не стиль. Но доски достаточно крепкие, хорошие. Вот я беру, значит, я до этого еще отмерил 130 сантиметров. Ступенька у меня специально с учетом, то, что входит в бревно наружу. Ну, все равно примерно, даже чуть-чуть больше беру всегда, потому что потом буду несколько раз отмерять еще где-то там, отпиливать. Вот. Отмерил. Тут пока можно, как говорится, ровность даже не соблюдать. Ну, примерно так. Отмерил. 130 сантиметров. Циркульная дисковая пила. Сейчас я это открылю. Делал. Кстати, хочу заметить, тут у меня даже гвозди есть. Вот. По всей видимости, когда эти доски убирали снастила. Вот. Просто эти гвозди загнули. То есть, это ничего страшного. Я их потом выбью, вытащу. Мало того, что края я тоже подторцую, ровно сделаю, уровнем отмерю. Все отпилю, чтобы ступенька была ровненькая. Вот. Потом я, когда я ее начну примерять, начну подпиливать, где-то вот здесь я, конечно, отторцую сколько-то. Вот. Потом начну отмерять, подпиливать здесь, как там здесь, как нужно. И у меня уже в конце в итоге получится нормальная такая ступенечка, которая нужна именно вот под тот радиус, под тот угол. Значит, сейчас я их не строгаю, потому что это уже будет потом. Вот. Сначала я делаю просто ступеньку, все хорошо, ее установил ровненько, на три самореза прикрутил. Вот. Сначала сверлом просверливаю дырочки, закручу саморезиками, все, ну там саморезиками, это соточка у меня. Вот. И они стоят. Потом, когда придет время, когда я буду генерально уже чисто делать все, то есть я саморезы выкручу, возьму, рубаночком постругаю, пошлифую их, установлю опять так же. Мало того, что еще на ступеньке силикона подмазываю, чтобы они там это не скрипели, как бы, ну так рекомендуют. Вот. Устанавливаешь уже окончательно эту ступеньку, прикручиваешь и все, как бы и забыл про нее. Вот. И потом только уже там покрыть ее чем-то. Ну, в принципе, тем же, чем я пол покрывал. Вот. Ну, следующее. Значит, я ее отпилил, очертил здесь бока. Мне нужно выровнять, чтобы, ну, ступенька была нормальная. Вот. Гвозди вытащил. И, кстати, не обязательно делать, чтобы расстояние было одинаково, что здесь, что здесь. Почему? Потому что тот конец, который будет врезаться в столб, он может быть узким. Вот. Я потом, в любом случае, здесь буду, ну, как-то, как-то убирать лишнее. Вот. А тот, который будет ложиться на стойку, он может быть широким. То есть, получается, как клинушек такой. Вот. Сейчас мы уберем вот эту одну сторону. Кстати, по поводу инструмента. Циркульная эта пила дисковая, Интерскол. То есть, вообще, инструмент Интерскол, он, наверное, не имеет понятия точности. Там, то есть, весь дребезжит, там, все трясется. Но, в принципе, какие-то вот такие, ну, грубые порезы. То есть, нормально, что вот так, что вот так. Отпиливать я пол, весь вот этой пилой. Доски большие. Значит, обрезал. там, отчерчивал все. То есть, по линии. В принципе, вот, потом еще рубаночком выравнивал. Так что, как бы, свою работу он делает. Грубую работу. Для грубы работы пойдет. Потом, значит, прежде чем нести сюда ступеньку, смысла ее нету нести, нужно сначала сделать выпил. Вот, в бревне. Я измерил ширину ступеньки. Она 4,8. Вот здесь я сделал отметочку. 4,8. Теперь прибегаем опять к помощи нашего лазера. Здесь я тоже уже эту полочку перекрутил. Поставил сюда лазер. И вот он получается у меня. Получается он у меня. Вот. Лазер светит. Как раз попадает на эту отметочку. И все. Я отмечаю опять так же. Вот здесь вот. Здесь я потом продолжу. Вот сюда. Сколько? Вот продолжить. Продолжить можно либо лестницу пододвинуть, либо, значит, ну, можно тут еще одну меточку сделать. И, чтобы, чтобы ровно было. Все. Отметил, когда, значит, лазер опять выключаю, чтобы он не упал отсюда. вот беру пилу. Вообще, это можно, конечно, пилить бензопилой. Но бензопилой тут от нее столько гари будет. Больше шума, как говорится. Поэтому электрической пилой тоже можно, но, по крайней мере, тут провода будут мешаться. Вот сейчас лестнику пододвину. Будут провода мешаться и просто не путаешься. И та пила, что у меня есть, интерскол, я говорю, что она не очень для точности. Кожу поднимаю и сейчас вот примерно уже по черте начну. Сейчас еще проверю, чтобы она у меня на всю. Вот. Вот и все. Вот так. Сейчас, когда я сделал уже два выпила, теперь просто берем стамесочку и вот это вот все убираем. Смотри, как стреляется, да? Немало воды с той поры утекло. Лестницу сделали, по ней ходить хорошо. Прошло некоторое время, лестницу, слава богу, доделали. Значит, оно у меня сейчас в черновом варианте, потому что у меня там еще мастерская, ну и приходится по ней ходить. Я думаю, что когда я там уже в цоколе все сделаю хорошо, тогда я уже и ступенечки пошлифую, покрашу там в чем-то, ну и уже буду в носочках тут беленьких ходить. Значит, лестницу сделал по такому же принципу, вот, получилась она достаточно удобная, немного места занимает, ну и самая интересная фишка, то, что я попытался рационально использовать место под лестницей, то есть, если делаешь просто лестницу вот так, ну, в закрытом варианте, то там еще есть место, которое нефункционально, вот, я его постарался сделать функциональным. Для этого я сделал две поднимающихся ступеньки, раз и два вот тут я ничего пока не придумал, как вот палочку подставлять, вот, все, тут получается такое окошечко, туда залазишь и там у меня, сейчас посмотрим, всякие вещички лежат. Вот я нахожусь под лестницей, тут я сделал полочки, всякие у меня ящички тут со всяким добром нужным, тут струбцины висят у меня, вот, ну, всякое добро, в общем-то, вот, тем самым я как бы постарался максимально полезно использовать место под лестницей, вот ступеньки я зашью, вот так вот здесь вот будут эти досочки, чтобы пыль сюда не летела, там вон снизу у меня насос идет от душевой, который толкает воду вверх, ну, вот, собственно, и все, полезное изобретение, теперь, конечно, по лестнице нам ходить очень здорово, намного лучше, чем такая прикладная пожарная лестница лазить по ней, все, вот, если этот ролик был полезен, ставьте лайк, те, кто попытается тоже так делать, ну, желаю успехов, я думаю, у меня получилось, у вас тоже получится, ну, всего доброго, до новых встреч, новом видео, если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, впереди будет много интересного и полезного, субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok